МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Чолам, Шумбрат!" Здравствуйте! С вами программа Финоугорья. Сегодня мы расскажем о танцевальной перезагрузке на Ямале, побываем на фестивале интеллектуального творчества в Саранске и познакомимся с участниками чемпионата модный образ. Узнать историю Ёжкар-Олы теперь можно, прокатившись на троллейбусе. На маршруте номер 8 в столице Мэрел запустили аудиогид. Сервис знакомства с городом создал IT-разработчик Сергей Якунин. Проект представляет собой навык в голосовом помощнике Алиса. Для того, чтобы отправиться на экскурсию, не надо ждать специализированный транспорт. Достаточно сесть в троллейбус номер 8 и отсканировать QR-код внутри салона. Было разработано два блока. Первый – это туристический навык, который позволяет, сидя в обычном троллейбусе, слушать экскурсии по нашему городу. И второй навык – это объявление остановок в троллейбусе голосом Алисы. Она будет говорить основные точки, которые у нас есть около остановок. И в дальнейшем, соответственно, мы будем это все делать, опробировать не только на русском, но и на марийском языке. И у нас Алиса будет это все рассказывать. Планируется, что аудиогиды появятся и на других троллейбусных маршрутах, что позволит горожанам и гостям столицы лучше узнать ее шкаралу. В Петрозаводске на улице Титова открыли памятник знаменитому ювелиру Михаилу Перхину. К слову, с именем Перхина подавляющее большинство жителей Карелии незнакомо, тогда как их знаменитый земляк изготовил половину всемирно известных яиц Фаберже. Родился Михаил Перхин в 1860 году в крестьянской семье Карелов-Людиков в селе Ялгуба, прионежского района Карелии. После смерти отца Михаил уехал в Санкт-Петербург, где и обучался ювелирному делу. После того, как Михаил получил звание мастера и право на личное клеймо, его к себе на работу пригласил Карл Фаберже. Под руководством Перхина было выполнено порядка 20 тысяч ювелирных изделий из золота и серебра. Это многочисленные дорогостоящие ювелирные украшения и подарки. Кольца, серьги, табакерки, заколки, шкатулки и многое другое. В мастерской Михаила Перхина было выполнено 28 пасхальных императорских яиц. Мне-то, собственно, с самого начала казалось, что он здесь впишется, но автор предполагает, а вот, собственно, как бы зритель располагает. Соответственно, подождем, посмотрим, какие будут отзывы. Мне кажется, что все очень даже органично. Вы можете видеть памятник с очень многих ракурсов, что не свойственно для памятников и что очень хорошо для скульптуры. В Сыктывкаре отгремели первые молодежные арктические дельфийские игры. В столице Коми побывало более 600 участников от 10 до 25 лет. По большей части это представители арктических субъектов страны. Чукотка, Ямал, Якутия, Карелия, а также делегации из южных регионов. Делегаты познакомились с культурой Коми. Для них провели экскурсии, мастер-классы и даже дегустацию национальных блюд. Специально для участников дельфийских игр приготовили фирменный десерт «Зарни». Понравилось всем. Вспоминается лес Коми. То есть безе – это как бы играет здесь, как белые грибы. Как я поняла, мох представим в виде яйля. То есть это олени, что-то северное. Конкурсная и фестивальная программа включала в себя соревнования по 10 номинациям. Фортепиано, скрипка, эстрадное и народное пение, народный танец, фотография, изобразительное и кулинарное искусство, народные инструменты, а также художественные ремесла. Всего разыграно 28 комплектов медалей. Оценивали участников более 40 видных деятелей культуры и науки. Дельфийские игры прошли в формате театрализованного шоу на стыке искусства и современных технологий. Погрузиться в атмосферу и разделить праздник с участниками смог каждый. Телеканал «Юрган» вел прямую трансляцию мероприятия. Модный образ. В Ёжкороле подвели итоги межрегионального чемпионата по парикмахерскому искусству. Его участниками стали около 150 начинающих и уже опытных мастеров из 9 регионов России. Нынче конкурс профмастерства проходил онлайн, поэтому парикмахеры создавали модные образы на своих площадках. А после фотографии работ отправили на оценку жюри чемпионата. В этой комнате собрались герои народных сказок. Здесь Василиса Прекрасная, Спящая Красавица, Царевна Несмеяна и даже Баба Яга. Все они наводят марафет. Студентки Ёжкоролинского технологического колледжа – участники чемпионата по парикмахерскому искусству и эстетике модный образ. В своей работе они должны использовать пастиж, изделия из натуральных и искусственных волос. Им Елена Китерисова украсила кокошник Царевны Несмеяны. В детстве я любила читать эту русскую народную сказку, и я решила воплотить ее в реальность. А сложность заключалась в том, что нужно было делать вот этот головной убор, кокошник. Брала нарезки из интернета, из журналов, и потом воплощала в реальность. Чтобы образ был полноценным, а самое главное – ярким, студенты работают в парах. Ольга и Дарья сразу решили, что их Баба Яга будет отличаться от сказочной злодейки. Костюм для бабушки тоже собирали вместе. Что-то нашли у родственников, что-то в колледже. Мы сделали акцент на том, что по нашему веку будет более современный, более молодой и более добрый. Не будет такой, как в большинстве народных сказок. Мне достаточно нравится и волосы, и особенно юбка. Образ мы придумали моментально. Акцент идет у нас на вот эти косички. Косички мы плели около недели. Они все время расплетаются, спускаются, приходится их все время переплетать. В номинации фантазийного образа с постижем «Русские народные сказки» участники чемпионата не ограничиваются прической. Им предстояло продумать весь образ, в том числе макияж и одежду. Конечный вариант парикмахеры должны сфотографировать в пяти ракурсах и отправить его экспертам. У нас несколько номинаций проходит. То есть это стрижка мужская с укладкой, стрижка женская с укладкой, дальше свадебная прическа с плетением, создание образа, стилист будущего у школьников такая номинация. Ну и студенты выбирают ту номинацию, которая ближе. Это творчество, это раскрытие своего таланта, своих навыков профессиональных, это сбор портфолио творческих работ. Председатель жюри, судья международного уровня, парикмахер-модельер Татьяна Ускова. Главная задача конкурса – профмастерство, популяризация профессии парикмахера и технолога-конструктора. Все, без исключения участники профконкурса, получили сертификаты, а мастеров, придумавших лучшие образы, отметили денежными призами. Танцевальная перезагрузка. Ямальским хореографам пришлось буквально переучиваться за несколько дней, чтобы поставить танец, который впечатлит требовательное жюри. Организаторы пятого окружного конкурса профмастерства среди работников культуры в этот раз усложнили задачу. Звук бубна в начале концерта словно зазывает зрителя абстрагироваться от невзгод и хотя бы на время погрузиться в завораживающую атмосферу танца. Этот артисты выучили буквально за несколько часов. Изюминка постановки – простота движений. Обычно этот танец танцевали полжилые люди, и они не могли сильно напрягаться, чтобы прям танцевать жестко. Они так расслаблено немного все делали. Все же некоторая сложность для танцоров была. Помимо ограничения во времени – новый хореограф. Пятый по счету окружной конкурс модернизировали, и в этом году впервые участникам предстояло поставить танец в непривычном для себя направлении, да еще и коллективу, с которым они прежде не встречались. Так победителю Ольге Цура на жеребьевке достался дэнс-холл, хотя сама девушка специализируется на современных и народных танцах. Было неожиданно на жеребьевке получить такое направление. Я в нем раньше не работала. Пришлось быстро-быстро самостоятельно учиться. Когда приехала к ребятам, поняла, что девчонки очень классные, отзывчивые, готовые. Были быстро включиться. Красные штаны, налобная повязка и мальчик с балалайкой. В костюме артистов легко уловить народные мотивы. И хотя жюри оценивало только конкурсантов, а не коллективы, сами они себя оценивают на… Десять десяти. Чтобы представить гала-концерт зрителю, хореографы подбирали костюмы, видеосопровождение, помогали выстроить свет. Несколько дней репетиции сменяли мастер-классы, а затем выступления перед жюри. В последний день главным гостем праздника стали полуфиналисты проекта «Новые танцы на ТНТ» пермская команда «Диэскрю». Они тоже следили за ходом действия. Девчушки, которые в шубках таких вышли, в сапожках, прямо такие красотки. Какие-то были номера, прям очень интересные. У каждого танцора есть потенциал. То есть самое главное его разжигать постоянно. То есть постоянно работать, работать, работать. Ну а теперь усердно поработать предстоит театралам и вокалистам. Организаторы уверяют, будет еще интереснее. Четыре насыщенных событиями дня, два дополнительных состава туристического поезда, более 350 ребят из девяти городов Карелии, Мурманской, Архангельской и Ленинградской областей. В Сортовале впервые состоялся хореографический фестиваль «Русский альский экспресс». Его организаторы пять лет проводили в Петрозаводске большое танцевальное событие под названием «Энергия севера». А теперь решили создать новый проект. Одна из его задач – знакомить участников с достопримечательностями Карелии. Иссортовалы в горный парк на Русский альском экспрессе. Для этого увлекательного путешествия организаторы фестиваля специально договорились с руководством железной дороги о выделении двух дополнительных поездов. Очень хотелось, чтобы все участники увидели жемчужину Карелии, которая входит в топ достопримечательностей России. «Очень понравилось, и мы смотрели изначально его на видео, какая это красота, какие-то изумительные виды. Но в этот день, когда мы были в первый раз, нас застал безумный дождь. Мы, конечно, все промокли, но не сдались. И говорят, мы единственные, которые дошли до итальянского карьера. Там удивительные, конечно, чистоты, красоты и ощущения камень. Удивительные просто». Образовательная программа такая же насыщенная, как и культурная. Мастер-классы провели известные хореографы Даниил Верещагин из Нижнего Новгорода, Алена Макарова из Иваново и Сергей Медведев из Санкт-Петербурга. «У каждого есть свои коллективы, свои проекты творческие. Они развиваются в современной хореографии и очень многое делают для развития хореографии у нас в стране. И поэтому, конечно, с ними было очень интересно и пообщаться, и увидеть, как они работают, и получить самую такую свежую, современную хореографию, которая сейчас на стране развивается». Фестиваль в Петрозаводске собирал каждый раз до тысячи участников. А в последние годы вышел на международный уровень. Есть коллективы, которые не пропустили ни одного танцевального события. Среди них – мурманчане. Они приехали и на этот раз. «Здесь не только проходит конкурс между коллективами, а очень большое внимание уделяет сообщению детей друг с другом, педагогов друг с другом, с членами жюри. Это очень важно, потому что дети должны не только соревноваться, они должны учиться дружить, они должны знакомиться. И здесь мы это получаем». «Сортовали» помогала команда местных педагогов и организаторов. Кому как не им знать возможности площадок в родном городе. «Мы располагались в социально-культурно-молодежном центре «Серохуоны». И там есть свои люди, которые тоже творческие, которые имеют тоже определенные идеи и так далее. Плюс режиссера мы нашли Лейлу Бирая, которая сортовали делать классные вещи, классные городские праздники». В финале фестиваля – голоконцерт и награждение победителей. Конечно, для участников это волнительно и важно, но главное – с собой каждый увез незабываемые впечатления. Сохраняйте культуру и традиции своего народа. На следующей неделе мы вновь расскажем о самых интересных событиях финно-угорских регионов. До встречи, Финноугория! Финноугория!